Будем строить, по сути дела, новый мост. Тут ремонтировать нечего. Так начиналась эта история. Первый мост на пятой дороге закрыли в 0 часов 25 июля 2018 года. В истории его болезни симптомы, несовместимые с безопасной жизнью путепровода и тех, кто по нему и под ним проезжает. Бетонные стойки покрылись трещинами, незащищенная арматура стала ржаветь. Ни о какой надежности и гарантированной прочности уже не могло быть и речи. 20 месяцев спустя мы снова под этим мостом. Все мы помним, как выглядел этот мост до начала ремонта. Сейчас его, конечно, не узнать. Опоры не просто отремонтированы, они новые. То же самое можно сказать и о балках. И сейчас здесь, в общем-то, работы уже закончены. А сверху с нового моста в буквальном смысле слова сдувают пыль. К открытию движения готовят не только этот мост. Транспорт пустят по всему северо-восточному шоссе. Три сотни метров в сторону Химаша и на пути встречается второй путепровод, дальше третий. Все были примерно одного возраста, все примерно в одинаковом состоянии. И в общем по одной причине. Полвека интенсивной эксплуатации без капитального ремонта. Сергей – мастер строительно-монтажных работ. О том, как они проходили, рассказывает в очень сокращенной форме. Ну, активная фаза началась у нас уже приблизительно где-то год назад на всех трех участках. И вот сейчас ближе к завершению. Сейчас проводится разметка по мосту и на подходах. И благоустройство облагораживаем. Ну и остались небольшие недоделки у нас под мостом внизу. Ну, в принципе, все. Недоделки под мостом сейчас устраняют при участии специалистов с железной дороги. Часть работ мостостроители выполнять самостоятельно не имеют права. Те из них, например, для которых необходимо обесточить контактную сеть. Остальное завершат уже после открытия дороги. У третьего моста степень готовности чуть ниже. Нижнюю его часть еще предстоит оштукатурить, покрасить, привести в порядок прилегающую территорию. Но то, что касается верхней части, уже практически готово и машины там могут ездить. И ездят. Несмотря на то, что официально дорога еще не открыта, технически она полностью готова. Чем некоторые водители и пользуются на радость ГАИ. Ну, тут и наши сотрудники ездят. Ну, и бывает, некоторые люди не смотрят на знаки, проскакивают. Сотрудники ГАИ их, конечно, наказывают. Вот. Ну, обещают завершнего дня открытие провести официальное. Троллейбус уже проезжал. Вчера пробно все ездит, все работает. Имеется в виду троллейбус 10 маршрута, который по причине ремонтных работ почти два года был автобусом и ходил по объездной мимо очистных сооружений и ветсанутиль завода. Так что его пассажиры избавятся и от необходимости тратить лишнее время, и от принудительных сеансов ароматерапии. Павел Степаненко, Александр Данилов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова